Бабушка-селенка 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 обучались на нашем народно-хоровом отделении вот она что вот нынче ему 40 лет уже да буквально месяц назад был и вот вы вдруг стали преподавать нет я случайно попал мне предложили обучаясь уже в институте искусства мне предложили поработать музыкальной школе номер один ну я согласилась тогда я не только работала музыкальной школе но и пела в ансамбле тоже много гастролировала и участвовал в разных мероприятиях города так вы перешли от культуры к образованию получается ну да культурное образование у меня скорее сколько уже лет вы преподаете 13 лет 13 лет а у нас сегодня тема эфира посвящена профессиям мы спрашиваем у наших красноярцев телезрителей как их профессия какой отпечаток она оставила на них может быть на характере на поведении хотелось бы вас спросить а если какой-то отпечаток да песню по радио слушать поменялась про деформация не про деформация есть не могу смотреть из зала любые концертные программы я всегда замечаю какие-то маленькие детали которые обычному бывателю не видно но я их вижу то есть где-то кто-то пошел не туда где-то кто-то сфальшивил где-то кто-то не так сделал то есть это конечно откладывает свои отпечатки а так все в любая профессия если ты долго в ней находишься одна накладывает отпечаток чем бы ты ни занимался психологи одни отпечатки преподаватели другие отпечатки то есть у нас тоже есть какие-то я сама замечаю за собой то есть уже больше десяти лет профессии естественно что у меня бывают какие-то маленькие но такие очень неприятные иногда но отпечатки есть даже руководитель нет я с ними борюсь но иногда не получается недавно все мы люди да мы все люди недавно вот мои даже получили ну наверняка за 13 лет работы вот эта проф деформация она есть как мы с вами выяснили и скорее всего вы можете найти язык практически с любым ребенком но стараюсь по крайней мере невозможно стопроцентно получить с ребенком контакт если он не готов на него пойти если ребенок готов заниматься я с ним найду общий язык я его научу петь как и любая профессия любое знание если ты хочешь научиться я тебе научу если ты не хочешь я естественно не смогу но они в ежовых рукавицах у вас или вы так мягко с ними ну по-разному где-то ежовые рукавицы где-то и мягкость стоят так хитро нельзя нам сейчас ничего говорить или ежовые рукавицы на прошлой неделе просто александр скажите ну давайте про ваше детище про ансамбль вот это да сколько он уже существует от я так понимаю меняются в нем участие да ему уже 12 лет мои участники уже даже являются концертмейстером анна сергеевна допустим концертмейстер моя бывшая выпускница так уже когда долго работаешь твои выпускники соответственно она у нас магистр балалайки магистр балалайки а что делает скрипка в народном ансамбле на самом деле скрипка не сам народный просто нет скрипка очень даже народный и не каждая свадьба в старину обходилась без скрипки интересно могла обойтись без балалайки без гармошки но вот без скрипки не могла да вот без гармошки обходитесь а без скрипки нет но у нас есть просто скрипачи у меня же дети не обучаются именно ансамблю у них специальность не ансамбль а разные инструменты у меня есть добристы пианисты скрипачи вы их просто из разных классов себе за затягивать да ко мне еще будешь ходить да примерно так раньше не было скрипачей у меня и пианистов но так получилось что я работаю с маленькими детьми с четырех лет и поэтому некоторые у меня обучаются с четырех лет а какой отбор у вас как вы понимаете что вам подойдет ну во первых звук который они я смотрю допустим если маленький ребенок как он себя ведет раскрепощенный не раскрепощенный готов ли он громко петь потому что народное пение все-таки это достаточно громкое пение проверяйте как-то это на практике типа покричи что-нибудь нет но не покричи в любом случае я их обучаю допустим четырех пятилетних детей я обучаю тому чтобы они слышали и воспроизводили как бы повторяли за мной давайте покажем на ком это можно будет желающих сразу давай олечка ульяна давайте вместе когда это работает попробуешь нет я лучше не буду травмировать наших телезрителей своим звуком а вот вам хочу предложить исполнить нам еще какую-нибудь одну композицию давайте меня мама ругала лен прячь заставляла я ботиночки обула на вечерочку дула хоровод водила меня мама ругала дай ботиночки убрала а я лопатки обула на вечерочку дула хоровод водила у меня мама ругала дай ботиночки убралась в Applas Я удула на вечерочку, удула, хоровод водила, с милым говорила, крепко обнимала, сладко целовала. Ну какая, удула на вечерочку. Сохраняйте наши народные русские ценности. Спасибо вам огромное. Ансамбль «Млада» у нас сегодня был в гостях. Александра Лосева, преподаватель высшей категории детской музыкальной школы номер один. Творческих успехов. Приходите к нам еще. Спасибо.